Сессия завершена и с одним из участников поговорим прямо сейчас. Это Михаил Бурмистров. Михаил, здравствуйте. Приветствую. Расскажите, о чем общались с коллегами? Ну, фактически, любой диалог между ритейлером и поставщиком, он в конечном итоге строится вокруг коммерческой функции. И функции эффективных продаж и взаимодействия по продвижению товаров. Поэтому, конечно, коммерческая сессия, она привлекла беспрецедентный интерес. И это, естественно, связано с той масштабной организационно-структурной трансформацией, которую сейчас реализует торговая сеть «Пятерочка» с выделением пяти территорий и перераспределением полномочий по коммерческой функции, по управлению ассортиментом, по управлению промо. Коллеги из «Перекрестка» представили инновационную историю, рассказав о стратегии конкретных категорий и выделив те ключевые подкатегории, в которых они ожидают роста, в которых они ждут от поставщиков новинок и в которых они фокусируются с точки зрения улучшения ценностного предложения и ответа на меняющиеся потребности клиентов. Поэтому действительно обсудили самые животрепещущие вопросы, вопросы, как будет работать и работает ли и наут, есть ли проблемы, связанные с работой непосредственно в торговом зале, планограммой, мерчендайзинг и так далее. Обсудили, не могли не затронуть, конечно, как бы волнующий вопрос по доле промо, по тому, как она меняется, почему это происходит и так далее. В целом видно, что сейчас потребитель ждет низких цен и ждет промо, это не какое-то желание поставщиков, желание ритейлеров, это по сути дела ответ на тот завуалированный запрос клиента по готовности заключить выгодную сделку и купить тот товар, который он хочет по очень привлекательной цене. И, конечно, очень в этом плане, на мой взгляд, позитивно прозвучало то, что на 2023 год ни пятерочка, ни перекресток не видят какого-то резкого увеличения промо и, скажем так, достаточно аккуратной в своей промо-стратегии, достаточно аккуратной в вопросах изменения ценообразования по категориям, потому что пятерочка сейчас все активнее использует ценообразование и DLP, и в этом плане, скажем так, вместе с очень важным вопросом по развитию собственных торговых марок, а пятерочка и перекресток DX5 в целом являются безоговорочными лидерами по объемам продаж собственных торговых марок в России. И сейчас видно, что планы очень амбициозные, но эти планы очень взвешенные. То есть в данном случае ни пятерочка, ни перекресток не ставят планы роста доли СТМ только для того, чтобы росла доля СТМ. Речь идет о закрытии тех или иных потребностей, о сбалансированном росте категорий, о закрытии необходимых потребностей в нужных ценовых сегментах. И, по сути дела, наверное, как бы вот подытоживая, можно сказать, что пятерочка и перекресток сейчас не только отвечают на запросы клиента, они в какой-то степени их предвосхищают и, понимая вот эти изменения, адаптируют свою стратегию, коммерческую стратегию, ассортиментную стратегию, промо-стратегию, стратегию собственных торговых марок. Таким образом, чтобы наиболее эффективно отвечать на потребности покупателя вот такого сегодняшнего и немножко завтрашнего дня. И, конечно, не могу не отметить, что существенно выросла значимость в этом году фактора наличия товара на полке и в целом эффективности логистических процессов. И в этом плане очень важные инновации связаны с тем, что сейчас происходит очень глубокая интеграция коммерческой и логистической функции, когда переговорная компания ведется совместно и логистические и коммерческие условия активно взаимоувязываются между собой. В сочетании с тем, что сейчас X5 активно развивает комплекс дополнительных сервисов для поставщиков, связанных с логистическими услугами, с хранением, с выделенной приемкой и целым рядом еще аспектов, это те моменты, которые действительно позволяют оптимизировать себестоимость и стоимость товара не просто на этапе с того момента, когда он попал в магазин, а по сути дела с момента его производства непосредственно на производственных мощностях поставщика уже там реализуется комплекс эффективных решений, связанных и с самовывозом, и с удаленной приемкой, и с еще целым рядом дополнительных сервисов. Михаил, ну очень много рассказали. Я так понимаю, что коллеги поделились с вами, скажем так, колоссальным опытом. Что больше всего запомнилось? Ну, наверное, в первую очередь запомнилось то, что был очень серьезный уровень открытости. То есть, в целом, конечно, платформа DialogX5, именно как IT-платформа, она обеспечивает поставщикам доступ к тому набору данных, который, ну, очень сложно получить каким-то другим образом у другого ритейлера. Поэтому, наверное, очень отрадно видеть, что эта конференция оказалась таким шагом вперед с точки зрения уровня открытости. Потому что и пятерочка, которая рассказала о трансформации коммерческой функции, очень глубоко, с конкретными примерами, кейсами, с теми, скажем так, рекомендациями, которые, например, касаются такого тонкого вопроса, как переход стратегии ценообразования от High-Low к стратегии DLP. Перекресток представлял совершенно беспрецедентную историю, связанную с стратегиями по отдельным категориям и подкатегориям, там, роли этих категорий, планы развития. Поэтому мне кажется, что вот в этих сложных объективно сейчас условиях, потому что мы понимаем, что потребитель не богатеет, реальные доходы населения снижаются, экономика находится в достаточно серьезном кризисе. Вот в этих условиях очень отрадно видеть, что сделан очень большой шаг в сторону большей открытости, более глубокой интеграции интересов ритейлера и поставщика, потому что очень важная тема прозвучала, это вопрос взаимных обязательств, взаимных обязательств в коммерческой истории, взаимных обязательств в логистической истории. И вот это, конечно, на мой взгляд, наверное, то, что запомнилось больше всего, потому что это дает самые реальные инструменты для поставщиков сейчас, чтобы увеличивать свою долю рынка, чтобы развивать дистрибьюцию, чтобы предлагать те продукты, которые сейчас востребованы покупателем Пятерочки и Перекрестка, ну а фактически, с учетом того, что Пятерочка в 2023 году выходит на Дальний Восток, можно говорить о том, что это уже покупатель по всей территории Российской Федерации. Это уже достойно. Но на самом деле мы очень рады с вами, что получился открытый диалог. Я так понимаю, что у всех участников конференции он тоже состоялся, поэтому мы увидимся на следующих и будем от них ждать чего-то большего. Спасибо большое. Да, приятно, что коллеги в этом плане амбициозных вызовов не боятся. И действительно, каждое следующее мероприятие с точки зрения уровня открытости, уровня глубины взаимодействия, уровня, наверное, открытости в вопросах обсуждения весьма непростых и тонких таких, где-то даже и острых вопросов делает шаг вперед. Поэтому, конечно, до встречи в следующем году. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok